Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Нет разрешения – нет здания. Специалисты службы муниципального контроля отстояли право законного использования земельного участка. Здоровым быть модно и здорово – в смене провели профилактическое занятие с подростками. В Анапе проходит 23-й открытый всероссийский турнир под дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный 71-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас обо всем подробнее. Сильный ветер, испытывавший Анапу на прочность последние двое суток, пошел на спад. Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в частном секторе. У коммунальщиков задача не менее важная – расчистить город от повальных деревьев и веток. На помощь пришли предприниматели и муниципальные служащие. Сегодня в Анапе устроили масштабный субботник. Муниципальные служащие сменили деловые костюмы на рабочую одежду и вышли на уборку города. Сильный ветер в ночь на среду повалил массу деревьев, веток, нанес листвы и мусора. Все вышли с энтузиазмом, сразу откликнулись, собрались все в большом зале в администрации и разделились на группы затем, чтобы разбиться на районы и более быстро убирать. Нам досталась центральная набережная. Активисты, предприниматели и все неравнодушные жители города помогали работникам коммунальных служб ликвидировать последствия разрушительной стихии. В незапланированном субботнике участвовало более 300 человек. Была задействована 31 единица техники. В результате стихии порыва ветра более 37 метров в секунду в ночь с 23 на 24 в городе и районе было повалено более 700 деревьев. Вторые сутки силами муниципалитета, силами предпринимателей, силами коммунальщиков устраняются последствия. То бишь валятся деревья, которые были выкорчены ветром, которые перегораживали дороги, проходы, пилятся, вывозятся на городскую свалку. Беспрепятственно нам дали добро коммунальщики. Главой муниципального образования Сергеевым Сергеем Павловичем были приданы еще силы дополнительные, в том числе строители, молодежь, студенты, активисты, волонтеры, жители улиц, которые сами вышли на улицу. На сегодняшний день работает более 30 единиц техники, более 300 человек, вывезено порядка 100 кубометров веток поваленных деревьев. Обращаюсь к жителям непосредственно, выходите из домов, помогайте, собирайте, будем вывозить, спасибо. Гости курорта стали свидетелями разгула стихии и с пониманием отнеслись к проводимым работам. Ураган не напугал, но пришлось отсиживаться в отеле в своем. Такой объем, конечно, невозможно убрать сразу. Я думаю, что еще на неделю хватит работы. В ближайшее время улицы города примут прежний вид. Трудно было предположить, что стихия прошлась и над городским кладбищем. Это общественное место посетил вчера в конце дня глава города. Сергей Павлович был удивлен. Порядок и чистота встретили его здесь, несмотря на то, что ветер еще бушевал над городом. За такую работу глава города с удовольствием поблагодарил руководителя. Ну видно, я не говорил, что приеду. Он узнал, наверное, час назад, когда я высказал мысль. За час нельзя так приготовиться. Поэтому видно, что здесь нет. С восьми часов никто. Молодцы. Держи. Олег Дмитриевич Городнюк – человек здесь новый. До того, как возглавить это предприятие, он работал в Новороссийском жилищно-коммунальном хозяйстве. Человек военный. Он прошел не одно боевое крещение. Знает цену дисциплины. Поэтому здесь начал именно с нее. А сейчас уже смело говорит о прибыли. У него 28 человек, по-моему, по штату, да? 26. Он должен, в принципе, обрабатывать себя. Прибыль нам не нужна с этого предприятия. Но здесь должен быть порядок. Решите уточнить. Прибыль уже даем в свое место. Ну да, я еще раз говорю. По логике она не нужна. Это не то место, где зарабатывают прибыль. Вот делали магазин. Но делать надо правильно. Вкладывать то, что зарабатываешь. Вкладываешь в дорожки, в асфальтирование, в цветы. То есть люди приходят сюда вынужденно и не по совсем радостным событиям. Приложив все усилия для того, чтобы последствия стихии устранить по максимуму быстро, Олег Дмитриевич все-таки сетует на то, что в таком особенном месте люди не стремятся бывать чаще одного-двух раз в год. Поэтому особенно на новых участках нередко все срастает травой. А ведь среди услуг, оказываемых на кладбище, есть и такая, как годовое обслуживание за могилками. Если есть ощущение, что вы сами не справитесь или уезжаете надолго, не стоит память о дорогих людях, надгробии и уход за ними оставлять на произвол судьбы. Директор Бюро по оказанию ритуальных услуг считает, что не мешало бы после такой стихии побывать на могилках своих родных и близких, проверить, все ли там в порядке. С завершением высокого сезона внимание к организации торговли, соблюдению законов предпринимателями на курорте не ослабевает. Служба муниципального контроля продолжает мониторинг территории. Выявили нарушения, приняли меры. Вититеве специалисты службы демонтировали торговый павильон. Торговый павильон, призывающий рекламными плакатами похрустеть печеньем, демонтирует хозяева объекта в переулке Спартанский-2, выполняют законные требования представителей городских властей. Аккуратно, без спешки, чтобы сохранить материалы и обшивку, разбирают павильон, выносят мебель и продукты. Работают бригады. В ином случае павильон разобрали бы и вывезли специалисты управления муниципального контроля на спецплощадку. Нарушение в этом случае – установка торгового объекта без разрешения и вне списка дислокаций мест торговли. Нарушение выявили в ходе ежедневного мониторинга и проверок. На земельном участке, не приспособленном для установки торговых павильонов, либо магазинов, собственникам был возведен торговый павильон. Администрации муниципального образования города Танапа был подан иск в Анапский городской суд с требованием о сносе данного строения. Городским судом было принято решение о сносе. Требования закона нарушители выполнили и демонтировали торговую точку в курортном Витязеве. Проверки продолжаются в городе и сельских населенных пунктах. В центре внимания основания размещения коммерческих объектов и соблюдения целевого назначения земельных участков под ними. Участники Всероссийского форума «Юный динамовец» и «Юный автомобилист» побывали на профилактической лекции о вреде наркотиков и предупреждении наркомании. Здоровый образ жизни и активный отдых. На такое направление должны ориентироваться подростки, думающие о будущем. Участники двух форумов в Федеральном детском центре «Смена» увлеченно смотрят мультфильмы и даже повставали смес. О вреде наркотических средств юным гостям города-курорт рассказывают специалисты наркополиции и врач-нарколог-психолог. Наркотики – это не жалость. Наркотики убивают тысячи наших сограждан и убивают не только непосредственно, но и через различные инфекционные заболевания. Участники Всероссийского слета «Юный динамовец» и Межгосударственного слета «Юных инспекторов дорожного движения» приехали отстаивать спортивную честь. Занятые подготовкой к соревнованиям и тренировками, желая стать первыми и лучшими, они с молоду берегут здоровье и ценят каждый день. Наркотики – это зло. Каждый год погибает от наркотиков до 100 тысяч человек. Это только от наркотиков, не считая алкоголя и сигарет. Попробовав один раз, это привязывается, так что начинать смысла вообще никакого не вижу. Заменить – это только спорт, когда ты тренируешься, когда все болит. Это ощущение лучше, чем от наркотиков. Но это мое личное мнение. Теперь главная ассоциация к слову «Наркотик – смерть». Персонаж мультфильма «Три креста» призывает заряжаться позитивной энергией и заниматься спортом. Ребята, в свою очередь, призвали взрослых отказаться от пагубных привычек, ведь именно с них дети берут пример. И продолжаем выпуск. В Анапе проходит 23-й открытый всероссийский турнир под дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный 71-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Чемпионам присваивают звание мастеров спорта. Более 400 дзюдоистов из разных регионов России, Азербайджана и Казахстана приехали сразиться за чемпионский титул. 23 года назад директор детско-юношеской спортивной школы номер 4 России Маскеров участвовал в организации самого первого такого турнира. С каждым годом требований к подготовке соревнований предъявлялся все больше. В Анапе проводим 23 года под дзюдо открытый всероссийский турнир. Среди юношек прошло до 23 числа, а 24-й пятого проводим среди мужчин и женщин. На эти соревнования очень много наших анапских спортсменов выполняли звание мастер спорта. Это наша работа, это наши жизни. Здесь растет наши воспитники, здесь врастается чемпион олимпийской игры. Традиционно открытый всероссийский турнир под дзюдо приурочен годовщине празднования освобождения Анапы от фашистских захватчиков. На торжественной церемонии открытия соревнований участников поздравил заместитель министра спорта Республики Крым Александр Самокатов. Много хороших спортсменов, молодых спортсменов, для которых это хорошая площадка для будущих успешных стартов. Так как все-таки дзюдо – это наш российский вид спорта, мы имеем очень хорошие традиции в дзюдо. Спортсмены в синих и белых дзюдогах встретились на татаме. Уложить противника на лопатки непросто. Спортсмены выходят, чтобы выполнить мотив мастера спорта, поэтому здесь борьба умная, борьба грамотная. Ребят очень много и тренера очень хорошие. Ну, свои амбиции надо где-то куда-то спрятать и работать, работать и работать. Юные анапчанки умеют работать. Зарина Бабинян привезла бронзовую медаль с первенства Европы. Ее победа – это результат упорства, признала спортсменка. Тяжело, конечно. Много работы. Победа, она легко дается. Тяжелый труд для победы. Для других спортсменов открытый турнир стал началом карьеры. Я боролась с представительницей первую сладку с Азии Байджана. Я ее выиграла чистым броском. А в финале я встретилась также с нашей соотечественницей Хаиной Кулиш. Ну, в этот раз я ее одолела. Девять раз на высшую ступень педестала поднимались анапчане. Шесть серебряных и две бронзовых медали также завоевали наши земляки. В среду, 24 сентября, на стадионе «Спартак» футбольный клуб «Анапа» встретился с командой «Краснодар-3» из краевой столицы. Наша команда, претендующая на место в победной тройке, отстояла позицию лидера. Краснодарцы активно бороли за победу до финального свистка. Но удача улыбнулась анапчанам. В середине первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Краснодара-3». Спустя несколько минут за нарушение в штрафной арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но наш игрок не смог обыграть голкипера. Второй тайм прошел в атаках «Анапы», но грамотная оборона «Краснодара-3» не давала сбоя вплоть до 90 минуты. Итог встречи 1-0 в пользу анапчан. Заслуженная победа в очень тяжелом матче завоевана, и футбольный клуб «Анапы» продолжает гонку среди лидеров. Следующий домашний матч на стадионе «Спартак» состоится в субботу, 11 октября, в 15 часов. Нашим футболистам предстоит игра с командой КубГУ из Краснодара. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и золотой цирк Юрия Никулина, который 27 сентября в 19 часов дает заключительное представление. Не пропустите. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайной медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайной медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.